Собор Парижской Богоматери наполнился колокольным звоном. Он напомнил французам о трагичном пожаре, вспыхнувшем в храме год назад. При этом звонарь бил в колокол Эммануэль, самый большой в соборе. Он звонит очень редко, только по важным поводам. Несколько десятков горожан пришли к храму послушать знаменитый колокол. Причём его звон совпал со временем, когда парижане аплодируют из окон в знак уважения к медикам, лечащим пациентов с коронавирусом. «Нотр-Дам – это сердце Парижа, сердце Франции. И абсолютно правильно, что он так напоминает о себе в эту печальную годовщину. Но это также отражает нашу надежду. Надежду всех семей, которые сейчас страдают, которые потеряли дорогих им людей. И это также надежда на врачей, полностью отдающих себя изнурительной работе». «Это важно. Это демонстрирует нам, что собор здесь и никуда не денется. И мы найдём возможность снова вдохнуть в него жизнь». Пожар в соборе Парижской Богоматери произошёл вечером 15 апреля 2019 года. Огонь уничтожил шпиль, часы и две трети деревянной крыши. Также пострадали несколько внутренних помещений. Однако каркас здания спасли. Президент Франции Эммануэль Макрона ещё раз пообещал восстановить собор за пять лет, несмотря на то, что в марте реставрацию приостановили из-за эпидемии. «Мы прошли через суровые испытания и очень переживали. А потом пришло время задуматься. Но сейчас наступило время восстановления. Отстроить Нотр-Дам важно для всех нас, поскольку он – символ устойчивости нашего народа, его способности преодолевать трудности и восстанавливаться». Парижане считают, что надо набраться терпения, поскольку восстановление собора – долгий и трудный процесс. «Я настроена оптимистично. Я знаю, что мы вернём его. Собор останется символом, даже если немного изменится». Французский архитектор Жан-Мишель Вильмот полагает, что на восстановление собора потребуется миллиард евро.